Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Поддержки фонда «Поддержки исламской культуры, науки и образования», где приняли участие представители духовенства России, ученые-богословы из стран Европы, Сирии и Средней Азии. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Международную научно-практическую конференцию открыли чтения аятов из Священного Корана. После для всех участников был представлен ролик о деятельности Карачаева-Черкесского Исламского института имени имама Абуханифа. Собравшиеся увидели историю становления вуза и преобразования, которые произошли за последние несколько лет. От имени главы республики Рашида Темрезова всех поприветствовал первый заместитель председателя правительства Хазарчик Куев. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию духовности, а все выступления и предложения могут иметь прикладное значение для укрепления гражданского согласия и популяризации традиционного ислама в нашей стране, религии мира и добра. Проведение настоящей конференции Республики Карачаево-Черкесской Республики является знаковым событием. После Хазарчик Куев наградил почетными грамотами главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, муфтиев Республики СКФО и Адыгеи в рамках празднования 25-летия образования координационного центра «Мусульман Северного Кавказа». Это уникальная площадка, которая координирует и сплачивает представителей различных национальностей и религиозных конфессий. И хотелось бы пожелать участникам конференции плодотворной работы, отметил заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления внутренней политики администрации президента России Алмаз Файзулин. Конечно, очень рад возможности находиться здесь, на гостеприимой земле Карачаева-Черкесии, очень динамично, бурно развивающемся регионе, где придается очень важное значение выстраиванию государственно-конфессиональных отношений. И, конечно, это приносит свои плоды. Также всех участников поприветствовал председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердиев. Он поздравил Карачаево-Черкесский Исламский институт с 30-летним юбилеем и вручил ректору вуза Мухаммад Хаджибадчаеву орден за ослуги перед Уммой. Исмаил Хаджибердиев пожелал плодотворной работы участникам конференции. Это благодаря главе республики мы тоже проводим вот эти вот мероприятия. То, что у нас именно в 93-м году мы образовали Исламский институт, уже прошло 30 лет. Если взять в историческом виде, это абсолютно ничего не значит. Но для нас это очень многое значит. То, что было вначале и то, что сейчас, это совсем большая разница. То, что у нас было 17 мечетей, а сейчас почти 170, это уже о чем-то говорит. Представители различных исламских вузов России высоко отмечали работу Карачаево-Черкесского Исламского института и желали дальнейшего процветания. Институт отмечает не только юбилейную дату, но еще подводит определенные итоги своей деятельности за эти 30 лет. Было сделано многое. Было подготовлено большое количество выпускников, которые сейчас строятся на разных абсолютно направлениях. И очень отрадно и важно, что к этому своему юбилею институт приступил, проводя такое значимое мероприятие, какая-то международная конференция. Представитель мусульманской общины во Франции шейх Сулейман Кристоф Якобс подчеркнул важность сохранения духовных ценностей и отметил, что жителям Европы и России необходимо тесно общаться и проводить подобные мероприятия, чтобы познать друг друга. А шейх из Сирии доктор исламских наук Мухаммад Раджи Абдиб сказал, что Россия является той страной, которая оказывает поддержку и способствует гармонизации межрелигиозных и межконфессиональных отношений между народами мира. Жителям Европы и России необходимо лучше узнать друг друга, так как это позволит нам преодолеть те предрассудки, которые распространены. И мы надеемся, что такие конференции позволят нам консолидироваться и уважать друг друга. И хвала Всевышнему, что есть вечная любовь. Мусульмане, христиане, иудеи и представители других религий должны познать друг друга. Российская Федерация в основном является блюстителем или распространителем добра в тех странах, которые пережили европейскую колонизацию. Россия в основном делает очень много благотворительных дел для этих стран. Ректор Карачаева Черкесского Исламского Института имени имама Абуханифа Мухаммад Хаджибачаев выразил всем участникам конференции благодарность и отметил, что ВУЗ и дальше будет продолжать развиваться, оставаясь настоящим флагманом религиозного образования. За короткое время мы много чего предуспели. В институте полностью ремонт сделали, снаружи, двор сейчас закончили. Осталось немного уже. Но в дальнейшем, как известно, сейчас уже студенты, уже еле-еле вмещаются внутри института. В дальнейшем мы планируем расширить институт. И сейчас работаем над тем, чтобы получить государственную аккредитацию. В завершении для всех гостей и участников был организован праздничный обед по случаю празднования 30-летия Исламского Института. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Очередная гуманитарная помощь для военных из нашей республики, находящихся в зоне СВО, собрана в Урупском районе. По заявке военнослужащих приобретены автомобиль Нева, генераторы, ноутбуки, медикаменты, продукты питания и многое другое. За погрузкой и отправкой гуманитарного груза наблюдала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкёзова. Очередную партию гуманитарная помощь от Урупского района собирали, исходя из пожеланий наших земляков-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С первых дней специальной военной операции по поручению Рашид Борисповича в Урупском муниципальном районе созданы пункты сбора гуманитарной помощи. Наше население активно участвует, приносят различные вещи, продукты питания. Также администрация муниципального района и главы всех поселений ведем работу от себя. По необходимости, по заявкам нашим ребят приобретаем специальные вещи, которые необходимы им. Люди добровольно несут и продукты питания, и все необходимое. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Согласно заявке попросили Ниву, машину Ниву, генераторы, ноутбуки, рации и продукты первой необходимости. В составе гум.помощи и мобильный транспорт для выполнения боевых задач. Активный и неравнодушный житель Урупского района отправили в зону СВО автомобиль Нива повышенной проходимости. Перед отправкой в путь агрегат проверяет принимающая сторона. Впереди долгие пути, участие в боевых действиях, а потому все узлы и агрегаты авто должны быть исправны. Перемещение для нас это очень важно. В любое место мы можем проехать по необходимостям. Вот это очень удобная машина. Легкая. Поэтому для нас это очень важно в настоящее время. Самые большие потребности для участников СВО – это буржуйки, теплая одежда и генераторы. Без последних нет даже связи. Для нас, помимо того, что, как вы говорите, тепло, для нас самое важное, чтобы была всегда связь. Если генератора нет, связи не будет, рации не зарядить. То есть корректировка и все остальное, работа, она прекращается. Для военнослужащих, мобилизованных и добровольцев из нашей республики очень важна поддержка со стороны населения и органов власти республики. Бойцы остро чувствуют, что они одни, что нужны, что их ждут, о них заботятся. Для нас это, во-первых, очень приятно, когда ты находишься на линии фронта, к тебе приходит гуманитарка. Ну, важна, важна и необходима. И это поднимает дух боевой, что все-таки кто-то заботится, родные, население. Это очень приятно, это необходимо. Мы как бы очень благодарны за гуманитарную помощь. В составе гуманитарного груза есть даже, казалось бы, мелочи, например, чугунок и поварешка. Но на передовой это одни из самых необходимых вещей. Ценный груз для солдат упаковали, погрузили, и микроавтобус двинулся в долгий путь, чтобы порадовать наших бойцов. Мурат Женкиосов, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью местами осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 0-5, в горах до 5 градусов мороза, а днем до плюс 14, местами до плюс 7. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 11-13 градусов тепла. Незнание закона не освобождает от ответственности. Размещение запрещенной информации в сети интернет привело жителя нашей республики не только к неожиданному общению со стражами порядка, но и к потере крупной суммы денег в виде штрафа и запрету заниматься определенным видом деятельности. И это еще, можно сказать, легко отделался. О том, чего делать точно не стоит, выясняла корреспондент Артур Мхце. Два года запрета на ведение административной деятельности в сети интернет и 300 тысяч рублей в виде штрафа. Такое наказание было определено судом этому молодому человеку. А ведь его история могла завершиться даже реальным сроком до пяти лет. Столько грозит по второй части статьи 205 Уголовного кодекса. Размещение одного музыкального произведения, подпадающего под запрет, правоохранительные органы квалифицировали как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда. У меня была небольшая группа в телеграм-канале, около 120 человек. И она нанесла не просто религиозный характер, там было много всего. И также эта песня туда попала. Когда я выкладывал, я даже не задумывался о смысле этой песни. В этой песне были призывы к экстремической деятельности. К экстремической деятельности. А дальше? Как развивались события дальше? Дальше прошло года три. Я перестал что-то выкладывать или распространять. И жил, так сказать, спокойно. Уже про это всё и забыл. И ко мне приехали сотрудники. Парню показали, за что именно у стражей порядка имеются к нему претензии. Размещенный в телеграм-канале материал экстремистского характера оказал некоторое влияние на его финансовое благосостояние. Однако преподанный урок помог понять, что свои действия необходимо обдумывать всегда. В том числе в сети интернет. Вот у нас часто люди думают, что я могу разместить в интернете всё, что угодно, не выдавать свою конкретную оценку, и мне ничего не будет. Это большая ошибка, на самом деле. Потому что если уже выложили, значит, это ваше мнение есть. Ты уже знаешь, что за этот материал тебе дали такое наказание. Твои действия, если бы ты знал раньше. Если бы я знал это раньше, конечно же, я бы ничего не выложил. Но на тот момент мне было 18 лет. Я, честно говоря, даже о смысле этой песни и вообще своих действий не давал отчёт, так сказать. И выложил. Размещение материала, признанного экстремистским, было в 2018 году. Молодого человека задержали через три года. И сейчас он находится на учёте в уголовной исполнительной инспекции. Это ещё раз подтверждает, незаконные действия могут аукнуться даже спустя некоторое время. А парень после инцидента и общения со стражами порядка рекомендует знакомым тщательно взвешивать свои шаги, в том числе в глобальной паутине. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Необычный букет из хвойного леса сестре на день рождения сделал житель Черкеска. Теперь популяция вечно зелёных красавиц парки РТИ выросла на 10 елей. Ахмад Халкевич подробнее. Благую идею неравнодушного жителя республиканской столицы поддержали волонтёры из числа активистов Общероссийского народного фронта, Некоммерческой организации по охране окружающей среды «Биосфера», а также работники различных городских служб и сотрудники республиканского МВД. Можно сказать, сделали подарок своему близкому сестре на день рождения. И это подарок не только человеку, это не айфон какой-то, не розы, не шуба, а это именно вот такой поступок настоящего человека, который подарил 10 елей городу, ну и в то же время сделал приятно и сестре, и ели они будут здесь стоять и насыщать воздух кислородом, радовать своим видом горожан, гуляющих в парке. Азамат Ужахов отмечил, что недостаточно только посадить дерево. Для того, чтобы саженцы не погибли, за ними необходим каждодневный уход. Ну а это, в свою очередь, помогает нам растить людей, осознающихся с человека с природой, резюмирует он. Местная детвора, которая проводила свой досуг в парке, с большим энтузиазмом вовлеклась в процесс посадки. Елочки слева, тут в основном лиственные растения, а хвойные, ну, они особо отличаются, потому что они как бы полезнее. Елочка у нас слева, теперь хотим... Теперь их будет больше. Да, через лет 20 это уже будет хорошая прямо такая елка, будет уделять много кислоты и радовать наши листья. Ахмат Халкесчев, Рина Бмуков, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина. Фаворита». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова